всем привет дорогие друзья с вами снова на сфере толку карт и снова обещанный персонаж и на сегодня на песке дня диего брандон обладатель стендов скарри монстазы так как вы можете заметить его обладатель лошади и лошади являются абсолютно имбалансными вещами в асбре хитбоксы у них огромные захватить их нельзя если это обычный захват и уж тем более статкоманных захват можно схватить захватами только которыми являются обычными хаями также является молочная дистанция атак лошадей и их хитбоксы вроде бы вы стоите в упоре вроде бы бьете а по итогу не попадаете но и также любой air to air лошади просто побеждают гарантированно просто из-за своих хитбоксов так начнем стал с ударов лошади единица достаточно король дальний удар хвостом задевается огромной приличной дистанции двойка это выплат лошади вперед 22 процента урона и четверка это можно сказать стоячий практически ударный на месте бьет подобием оверхеда чего можно попробовать разводить противника но чтобы лошадь сверху ну и общий уровень с этой камбушке дадим процент если идет еще и дальше изи биттов 24 усаживание сложивание сложно достаточно быстро и садили куда-то потом лошади является хаем бьет чисто вниз можно разводить что это якобы лоу вниз 2 более дальняя атака чем вниз 1 и как можете посмотреть по анимации это практически один тут же от удар только одно хай а другого чего нужно разводить далее из 4 крайне дальнего атака с который двигающий перемещается немного вперед и гарантированно уложит противника на землю на воздухе единица удар носом огромная дистанция как вы можете заметить двойка это чисто и рту и рташка виде него бьет чисто вперед нам нужно и задеть вниз ну и четверка это чисто удар вниз для вас огромный урон из которого можно начать свою команду далее с любого своего скилла диего гарантированного слазит с лошади то бишь вперед или вперед 4 месяц один у нас не выпадает зад вперед как видите выпадает и гарантированно туда же это не оспаривается и далее уже приходит атака не девушка единичка небольшой выпад вперед удар вытянутой ладони крайне короткий удар двойку небольшая такая раша так из трех ударов бьет сделайте только в упоре эти дистанции окраине удручающие четверка небольшой выпад вперед и удар можно сказать что лоу потому что бьет что и по ногам то есть как вы можете заметить и диего максимально короткорукий персонаж ему выгодно боевать только на такой дистанции нигде более удар сили и с 1 лоу льет достаточно хорошо пусть и достаточно коротко с некоторыми персонажами из 2 тоже был по анимации а это даже двухударный как видите это лоу хай и снег к сожалению нельзя сокомбить я если только не делать скачу это так не нужно кстати разводить просто делаю вниз один из 2 и есть при этом еще идию первую который есть точно такая же атака она уже просто хай а тут она двухударная лоха и вниз 4 максимально такой стоячий удар на земле с минимальным выходом вперед и который может на землю яйца в воздухе бьет чисто вниз немного прихотлива к таймингу прям совсем чуть-чуть и хотела двойка бьет чисто вниз с вытянутой ногой с неплохой дистанции вниз 4 вверх 4 уложат противника можно успеть сделать ваш особый норму с которым было комбить и прям как-то так это будет выглядеть как не так и не так это не умею даю особый у нас норма имеет старые три особых нормала прыжки удары в воздухе и у холи корпуса итак начинаем с первого нормал это вперед 2 достаточно далекий удар с выбором вперед и ударом вытянутой рукой является хаем и безопасен на блоке тоже быстро анимация восстановления минимальную вперед 4 видите диего бьет двумя руками делает выпад вперед и сам этот выпад крайне длинный и сама так и тоже длинная к сожалению ударами она не к амбиции нет к амбиции если вы попали одним ударом и также если вы бьете противников блок то делать перед 4 максимально невыгодно потому что враг заблокирует его и накажет вас за огромного восстановления пушбека нету а здесь пушбека тоже нету далее одновременно вниз вперед 4 но у атаки которая подкидывает противника на комбо но не обращайтесь не не закрывать как такового то бишь на нормальный урон выйти просто невозможно просто забудьте про то что пытаться комбить с этой атаки при помощи дальнейших ударов не за нужно уметь использовать первых его прыжок потому что именно с него мы будем комбить мы можем подкидываем прыгаем еще раз сложим еще раз подкидываем ну и вот примерно как-то так поведет помогать на диего лично я на этом персонажи не играл даже не пробовал пытаться строить комбинации как так они как-то так они выглядят также воздухе есть мид аэр атаки который является точно таким же как и у и дивы или цезаря просто вы можете сделать разные типы атаку примеру так у двойка до 4 нет же 12 салам алейкум небеса высокие мопс ну ты конечно прям жестко ворвался в мой гайд на диего разнообразишь его как фану вообще хоть что-то делать бывают жизни огорчение уничтожил уничтожителя в террарии за воина база хорошо итак первый спешил который мы разберем это вниз назад один и вниз вперед 1 их делает на единицу крайне короткий выпад вперед бьет вообще не бьет урона не наносит юзлис вариация спешила дойка делает поболее дальний прыжок наносит уже больше ударов и четверка это самый дальний удар наносит огромное количество ударов и уже хоть какой-то приемлемый урон 4 единицы у этого спешила при использовании лошади вы спрыгиваете с нее и дальше бьете и есть усиление этого спешила если вы даете хотя бы одну часть святого трупа теперь сжимая еще раз четверку вы наносите еще три дополнительных удары в итоге вместо 40 урона выносит 76 на квадратик урона наносит 59 точно вообще нету и по-моему урон зависит от выбранной вами кнопки да от различного нажатия кнопки зависит урон если вы нашли целых два трупа то уроны еще больше увеличивать с этой rush атаки то есть как видите реангер 100 теперь теперь 115 урона вместо 76 далее за этот период является антиэйр атака вы прыгаете вперед бьете оверхедом дистанция и урон зависит от выбранной вами кнопки в режиме стенда вы также выпрыгиваете с нее и в режиме лошади вы выпрыгиваете и в определенный момент вы неуязвимы во время использования этой атаки если у вас есть две части святого трупа то вы неуязвимы до тех пор пока атака не начнется до тех пор пока не начнут активные кадры на квадрат кайник крайне короткий прыжок и долгие моментально уложат на двойку достаточно дальние дистанции у нас появляется и четверка это просто километровый выпад с которым вы моментально также лошади ложите противника и можете выйти на комбо далее вниз-назад один это единственный скилл который не выводит диего из форму лошади он на различные кнопки вызывает определенное количество динозавров на квадрат одного на двойку двое и на тройку на четверку трое вызывает из-за этого зависит и урон и количество бабозавриков все больше ничего как видите они готовятся достаточно долго сначала они стоят 10 лет и потом только уже бегут и если вы имеете две части 100 у трупа твоя носите больше урона теперь же суперка вы тратите метр на ее активацию действуете в режиме динозавра крайне мало динозавр имеет трех ударная комбо который с изи битом качать своя командным захватом и если вы переходите в режим человека то вас спокойно можно наказать за данную хрень то есть чтобы нормально выйти из режима стенда вы либо убегаете от противника либо вы должны его гарантированно положить чтобы после он уже не мог вам ничего сделать и вы должны это сделать в тот момент как чтобы противник сразу упал и вы уже переходите в режим человека значит опять же вас накажут в этом моде вы получаете армор на все удары и скиллэя не вас нельзя задеть не суперкой не ультой нельзя схватить нет никаким образом в режиме динозавра на вас не действует а на эту что ни х х ни гх сильные уклонения защиты таунты и флэш канцел у вас не работают и в этом режиме у вас есть некоторые различные вариации атак во первых есть тот же самый прыжок нахер он нужен динозавру воздушные удары захват что крайне странно у него имеется скилл на наших динозавриков все те же самые тот самый захват который является хаем и ложат противника имея две части трупа вы носите больше урона и вниз вниз один вы прыгаете на противника с различной дистанции атаки оверхед и также носите различный урон если у вас две части святого трупа вы носите больше урона и этим скиллом можно бить лежачих четверку в режиме динозавра моментально уложит как видите надо и попадать чисто когда уже практически у земли двойка это you spin me right around чисто то что диего число начинает вращаться и единица просто удар ногами с которого и закомбить то по моему нормальные нельзя потому что у противник слишком маленький хит стан вниз один но ул вниз два крайне короткий все такой же лол можно делать небольшую разводку ибо по опять же анимации похоже что это обычный хай но и четверка самые огромные дистанции для диего является крестки вниз и 400 в режиме динозавра пошел моментально ложатые вращается далее подробнее разберу его из низ 1 потому что этот оверхед позволяет вам выйти потом еще и на ваш захват без конечно вы успеете все это поражать и также это так и этим в этой суперкой спокойно можно пользоваться во время ваших когда вы подкинули противника то бишь выглядит это будет как-то так что делаете три удара вперед 4 лошадь нет лошадь нельзя отменить вперед 4 нельзя отменить лошадь не один наш особый нормал видимо нельзя а можно все же хвост отменить как видите он не попадает ничего призывал просто три удара лошадь не один нашел а 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 да не то все же входя в режим стендовые сначала падаете с лошади только потом ходить то есть вы не можете отмениться в любом случае можно сделать такую камбу во первых начать с напрыжки вверх 4 положить противника там сделать особый нормал на подкидывание и уже потом начать нашу комбо таким подсел печальная новость конечно так вот делаем на прыжку особый нормал подрубаем стенд и начинаем херачить противника я не так же а а и 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 Лично для меня, как игрока, который не играет на Диего. В общем, подкинув противника, можно спокойно потом войти в форму динозавра и спокойно начать комбить и начинать чисто топтать землю. Переходим уже к его ульте. Это обычная физическая атака. Диего делает выпад вперёд и бьёт противника. Гарантом выступает как четвёртая атака, как наша вперёд-четыре, вперёд-два, соответственно. И так же, если у вас три. А, нет. В общем, и наносится огромный урон в структы, чисто в ближнем бою. 540 единиц просто стало, что я нанесу один удар и ульту. И теперь же начинал вместе с трёхударкой. И особым нормалом, и ульта. И в итоге мы вливаем в противника 553 единицы урона. Это огромный урон. Максимально огромный урон. Для такого типа атаки. Обычно они наносят в районе 500, а тут целых просто 55% в никуда вылетает лицо противника. Ну и чисто для проверки, вместе с тремя святыми трупами, урон от ульты. Обсюдно одинаковый. Что ж, это был Диего. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.